МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обратный отсчет до фестиваля «Небо России» осталось чуть больше недели. На территории Рязанской области установлен пожароопасный сезон. На этот период разведения костров и посещение леса строго запрещены. Вот память по правилам пожарной безопасности. Вот у нас в КОАПе, 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 в КОАПе. Ну, вот, то есть, правильно. Сами не нарушают других пресеканий. Конечно, да, конечно, это все правильно. Пожар проще предотвратить, чем потушить. Такие профилактические беседы с раздачей листовок сотрудники управления по делам ГОЧС совместно с Солочинским лесничеством и службой ГИБДД теперь будут проводить регулярно. В период пожароопасного сезона достаточно одной случайной искры для того, чтобы уничтожить сотни гектаров лесного массива. Напомним, большинство природных пожаров происходят по вине человека. Такие мероприятия направлены, в первую очередь, на профилактику лесных пожаров, формирование у людей правильного отношения, о необходимости соблюдения требований поведения в лесах, тем более в условиях введенного особого противожарного режима, который введен 14 мая 2024 года губернатором Лизанской области. Такое мероприятие на сегодня проходит впервые, но в перспективе мы планируем. Правила пожарной безопасности в лесах категорически запрещают разводить костры с первого дня схода снега до установления дождливой осенней погоды. Во время особого противопожарного режима контроль за этим ведут строгий. Нарушения пресекают, а виновника штрафуют. Проезжаем по наиболее посещаемым местам и пресекаем попытки разжигания костров, мангалов. За это предусмотрено по нашим, значит, это нарушение правил пожарной безопасности, 8.32 КААП, часть третья предусмотрена на граждан от 40 до 50 тысяч, на должностных лиц от 60 до 90 и на юрлиц от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. При введении особого противопожарного режима запрещают не только посещать леса и разводить там костры. Нельзя также сжигать мусор и сухую траву в населенных пунктах и садовых товариществах. В случае возгорания спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренной службы 112. Кристина Вочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В 2022 году тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сказал, хотелось бы иметь ФАП в каждом поселении. Номинально, следуя словам главы региона, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Высокое есть, а вот оборудования и работников там не было, пока не вмешалась прокуратура. Проезжая деревню Высокое, можно заметить одноэтажное белое здание. Раньше это был ФАП, фельдшерско-акушерский пункт. И функционировал он, по словам местных жителей, на честном слове. На самом деле здание это построено не в 70-м, а в 1900-м году. С тех пор так и работал. Туалет на улице, вода в бутылках. В общем, говорят жители, фельдшерс здесь был до последнего. Уволилась врач в 2021 году. Простые уколы уже научились мы сами делать. А вот чтобы внутривенно сделать укол, надо, значит, ехать в рыбные. Там здесь идти, чтобы только у нас начинается делать уколы. А оттуда автобус идти только в час. И то он здесь не останавливается, она останавливается, как в деревне Старая Селена, на 2 километра 200 метров идти. А так и ходили, говорят жители Высокого. Альтернативы-то нет. Писали во все инстанции. Дескать, факты есть, только оборудований и работников не хватает. В результате вмешательства прокуратуры Минздравом проводятся мероприятия по закупке. Здесь не хватает 17 единиц медоборудования, которые по списку требуются. И принимаются дополнительные меры к поиску работника, фельдшера. Здание отремонтировали за деньги муниципалитета. Появились и водопровод, и батареи, необходимый минимум, которого так не хватало раньше, говорят жители. Сегодня им устроили экскурсию по отремонтированному зданию. Помещение, в котором мы сейчас с вами находимся, это процедурный кабинет, совмещенный с прививочным кабинетом. Здесь будут находиться холодильники, манипуляционные столы, то есть все то оборудование, которое необходимо для условно чистой зоны, в которой проводятся либо инъекции, либо проводятся профилактические прививки. В соседнем помещении будет смотровой кабинет. Здесь будут осматривать женщин на предмет возможного выявления патологии со стороны женского здоровья. А самое большое помещение непосредственно кабинет фельдшера. Тут врач и будет работать, осматривать жителей Высокого. Этого, говорит главврач, достаточно для работы фельдшера в условиях ФАПа. Вопрос остается только в самом фельдшере. Либо мы берем на работу нового фельдшера, либо перераспределяем работу своих средних медицинских работников таким образом, чтобы с определенной периодичностью наш фельдшер появлялся здесь для начала, для выполнения, в первую очередь, профилактических мероприятий с населением. По словам Юрия Гуреева, оборудование здесь появится через месяц-полтора. Тогда же фельдшерско-акушерский пункт начнет работать. Местные жители шутят, что в сентябре пойдут в ФАП, как дети в школу. Может, даже к фельдшеру, который тут будет работать, на постоянной основе. Многие из нас неоднократно выясняли отношения с управляющими компаниями. Героиня следующего сюжета пытается заставить работать управляйку своего дома с середины этого месяца. Ведь жить в своей квартире женщина не может. Мошки, комары и запах общественного клозета. Такая ситуация в квартире Ирины Кондратьевой с 17 июля. И это еще помещение слегка проветрили, а нечистоты с пола убрали, уверяет хозяйка. Жить, понятно, в таких условиях невозможно. Сейчас Ирина вместе с несовершеннолетним ребенком гостит у знакомых. Но в эту квартиру приезжают практически каждый день, чтобы договориться с управляйкой об устранении последствий прорыва канализации. Я 18 июля подала заявку в управляющую компанию «Городская роща-1». Заявку приняли. Подошел слесарь. После того, как я сходила сама лично к руководителю Веселову Сергею Павловичу, если я ошибаюсь, сообщила ему об этой проблеме, подошел слесарь Волков Александр, посмотрел в этот люк, не спустившись туда совершенно, и ушел, сказал, решайте это. То есть это все с канализации снаружи. Хотя текло из-под трубы и из стены, которая внешняя. В так называемом «подполе» запах еще хуже. Спускаться сюда отказались даже мастер и слесарь управляющей компании. Мол, раз вы здесь храните вещи, то и помещение обслуживайте сами. И вообще, пускай подсохнет сначала, потом уже будем думать. Проблема с канализацией давняя во всем доме, подчеркивает Ирина. Пятиэтажка пенсионного возраста требует капитального ремонта труб. И он будет, правда, только в 2028-м, до которого в таких нечеловеческих условиях еще нужно дожить. Жалуются собственники квартир первого этажа. Проблема эта очень длительная. Сам дом уже больше 60 лет. Я здесь третье поколение, так сказать, в этой квартире. Я здесь уже и родилась. Последние несколько лет у нас очень сильно, по крайней мере в моей квартире и в подъезде, запах канализации. Мы постоянно делаем заявки, обращаемся. Периодически приезжают. Вот люк на улице, прочищают. Но, собственно говоря, проблема остается та же самая. Примерно полтора месяца назад у нас произошел засор. Пострадали все квартиры первого этажа. Я имею в виду засор канализационный. Выяснить, когда зловонный запах покинет квартиру Ирины и в целом весь подъезд, мы пошли в управляющую компанию. Вот только на месте компетентного лица, отвечающего за решение проблемы, не оказалось. Председателю удалось дозвониться позже. Вам, наверное, Ирина Омна сказала, что уже сегодня мы вызвали специальную машину подряд на организацию, которая выполнит немногидравлическую промывку внутренней системы канализации. Это под давлением туда запускаются шланги и все вот институты, которые там есть, ну, очищаются трубопроводы внутренней системы канализации. При этом дезинфекцию от запаха и насекомых управляйка тоже обещала провести. Впрочем, о сроках не сказали. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Отдохнуть в санатории можно и бесплатно. Такое право предоставляется гражданам льготных категорий. По данным соцфонда, таким правом уже воспользовались 720 человек. О том, как отправиться на санаторно-курортное, расскажем далее. Бесплатный отдых в санатории – это льгота. Соответственно, и воспользоваться ею может именно что соответствующая категория граждан. Список – приличный. Правом на санаторно-курортное лечение могут воспользоваться льготные категории граждан, среди которых ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, граждане с инвалидностью, а также лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В этом году правом на санаторно-курортное лечение воспользовались 720 льготников, в том числе 222 ребенка с инвалидностью и сопровождающие их лица. Рязанцы уже побывали в региональных санаториях, Краснодарском крае, Республике Крым и в здравницах Кавказских минеральных вод и Кабардино-Балкарской республики. Помимо санаторно-курортного лечения и путевок до места отдыха, в льготы входят лекарства и медицинские изделия. Набор социальных услуг можно получить и в денежном эквиваленте. В этом году сумма составляет немногим больше полутора тысяч рублей. При этом можно отказаться как от всего набора целиком, так и от одной конкретной услуги. С 4 по 12 августа в Рязанской области пройдет фестиваль «Небо России». Главными и самыми насыщенными днями станут 9, 10 и 11 августа. В этом году организаторы ожидают 35 команд со всей страны. Пилоты продемонстрируют свое мастерство и поборются за Кубок России по воздухоплаванию. «Небо России» проводят с 1990 года. Более чем за 30 лет фестиваль стал своего рода визитной карточкой региона. В 2024 году организаторы обещают зрителям и участникам семь спортивных полетов в разных районах области, насыщенную развлекательную программу, возможность подняться в небо на воздушном шаре и сделать невероятные фотографии. Основная же фестивальная площадка находится в 60 километрах от Рязани и в трех километрах от города Спаск-Рязанский на берегу Спасского затона Рекиаки. Основные мероприятия начинаются 9 августа. В этот день запланированы тренировочные полеты. Точки взлета публикуются в соцсетях за час до планируемого старта. Культурно-развлекательная программа будет проходить с 12 до 21 часа на главной фестивальной площадке. Гостей ждут живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фудкорты, активности для всей семьи. Кроме того, в этот день, если позволит погода, обещают провести вечерние свечения или рязанские воздушные игры. Если о еде сказать художнику, то он увидит в ней натюрморт. А во время создания картины еще и вложат скрытый смысл. Именно об этом выставка про еду и не только. Подробнее в следующем сюжете. Идея выставки Ирины Сусаниной пришла внезапно. Она увидела лук, изображенный на деревянной доске, и поняла, что художники создают это неосознанно. Они творят так, как им нравится, не думая о скрытом смысле. Если же им назвать тему, то могут возникнуть проблемы с вдохновением. А ведь на самом деле здесь есть некая концептуальность. Очень мало личностного какого-то вклада. Ну, помимо индивидуального стиля, потому что у некоторых художников очень яркий индивидуальный стиль, но часто это бывает, как бы все закрыто для зрителя. Люди видят просто пейзаж и натюрморт. Поэтому вот придумывать название, которое даст возможность уйти за пределы вот этих направлений, я считаю, что это интересно и для художника, и для зрителя. В итоге на выставке представлено более 40 работ 20 художников. Кто-то выставил картины из давно написанных, кто-то специально создавал новые работы под заданную тему. Например, у Валентины Чавкина, заслуженного художника, натюрморт нашелся в ранних работах. О выставке он узнал совершенно случайно, прокомментировав это так. Порой мы не диктуем жизнь, а она ведет нас. Одна из его картин, которую можно увидеть – селедки. Я писал вот эти селедочки, чтобы они вот именно как-то блистали на фоне, скажем, скатерти, значит, там это, и балничка яркая там блестела. Вот, значит, но мне кажется, это получилось. Художник Александр Семенов свою картину, говорит, написал с натуры. Одним махом за полчаса. Просто настигло вдохновение. Но вот отношение к еде у него свое. Я реалист в этом плане. Я вот, для меня еда – это еда. То есть, я понимаю, здесь тематика выставки, она несколько раскрыта дальше еды. Но в моем понимании, все-таки еда – это еда. И, ну, я вот как вижу, так, собственно, и стараюсь это показать именно в естественном виде. Есть и те, у кого натюрморт и пейзаж – основные жанры в живописи. Так Татьяна Власова отметила, что часто художники используют овощи и фрукты для поиска цветовых решений и образных задач. И никакого скрытого смысла не закладывают. А выставка как раз и задала тон, что же значит про еду и не только. Думать и размышлять о концепции в изображении даров природы. Само название выставки, которое вот Ирина предложила, ну, заставляет просто задуматься об этом. А что, вот только изображение предметов или не только это, а не только, значит, решение какого-то образа, какого-то смысла, какой-то идеи. Может, это образы, там, лета, осени, там, настроения, радости, веселья, или там вообще ночь какая-нибудь. Вроде все просто – про еду, а на деле очень глубоко. И есть о чем задуматься – поразмышлять, поразгадывать, какую идею заложил художник в яблоко или графин, изображенные на полотне. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова